Студенты Казанского Федерального Университета запустили в небо ровно 76 голубей, как символ мира во всем мире. О том, как прошло мероприятие, приуроченное к победе Великой Отечественной войне, расскажем в нашем следующем сюжете. На ваших глазах мы вместе с вами, со студентами, активистами Казанского Федерального Университета, переходим к доске памяти мемориальным тех павших воинов, студентов, преподавателей Казанского Федерального Университета. Нужно сказать, что сегодня здесь, в ректорском дворике Казанского Федерального Университета, проходило торжественное мероприятие, приуроченное к 76-й годовщине победы Красной Армии Советского Народа в Великой Отечественной войне. Мы с вами прослушали приветственные слова, прозвучали композиции журавлей. Оставил на земле Оставил на земле Оставил на земле Казанского Федерального Университета Ильшат Равказовича Гафурова, который поблагодарил всех участников мероприятия, также отметил, что это очень важное мероприятие памяти для всех, для нас. У меня тоже портрет моего деда со стороны мамы. Мама его не помнит, потому что она родилась в 1939 году, а дед погиб в 1942. Ну, то есть, два с половиной года. Тем не менее, у нас портрет деда, он всегда в семье. А вот то, что было сделано несколько лет назад, как бы марш памяти, он способствовал, в том числе и моей семье, и моим внукам уже сегодня, что они начали изучать историю семьи, а изучая историю семьи, изучали историю той Великой войны. В свою очередь, во время поздравительной речи в адрес к участникам мероприятия «Ветеран Великой Отечественной войны» Александр Михайлович Малов обозначил главную проблему для России – демографическую. Он отметил, что в последние годы население нашей страны стремительно сокращается. За 2020 год убыль составила более полумиллиона человек. И вот какое решение проблем предложил Александр Малов. Для того, чтобы Россия вернула к себе и экономистскую, и военную мощь, надо в каждой семье, которую будете вы создавать, чтобы было не менее трех детей. Это наказ моего поколения вам, чтобы спаси Россию. Полную версию трансляции мероприятия можно будет найти на YouTube-канале нашего студенческого телеканала «Универ-ТВ». Илья Андреев, Ленардо Витяров, «Универ-Ньюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова